Должно быть всё офигенно. Жую сыр. Жую сыр, и мы начинаем. А я ты рассказал что-то последнее или нет? Ну ладно. В общем, у меня сегодня точки-точка. Но... Почему-то очень хочется поиграть в пар. Погнали, друзья. У нас что-то на чёртовых пальцах. Чёртовы пальцы. Вы ещё не были в этом регионе Нижний Края. Одинокий министрель знает относительно безопасный маршрут через чёртовы пальцы. Ревенант бодрости духа. Ревенант, он как чует пивные рассказы и байки, и прям сразу пришёл. Но я уже всё рассказал. Что мог. Погнали. Ого. Здесь весьма неплохо. Обратили внимание на то, что миры суперджайентов, они наркоманские, но не унылые тона у них у всех. Давайте в фургон зайдём. Так, в фургоне чё-то чистота... Блин, вот эта фишка у меня вчера. Гнездо Тиза. Реально, просто реальный мусор. Мелкие предметы, связанные ленточками и кусочками тяня. С плюшевой рыбкой сверху. С плюшевой рыбкой сверху, Карл. Глоточек за плюшевую рыбку Тизо. О, да, детка. Так, ладно, людня. Мы всё так же можем переключать музыку. В этой игре ещё не было Ревенанты с Будуна. Как-то... Ну вот это похож на Ревенанты с Будуна, но слишком такой не севастопольский. Как-то я сказал, но я не помню, кто был на стриме. Немного народ, как всегда. Что Ревенанты с Будуна я постараюсь выкладывать только если кто-то заметит. Потому что я Ревенанты с Будуна вижу вообще постоянно. То есть для меня Ревенанты с Будуна... Знаете, у меня настолько извращённый мозг, что я могу мешок сфотографировать. Это Ревенанты с Будуна для меня будет. Но как бы не совсем настолько тупо. Да, я специально привёл максимально абсурдный пример, чтобы было понятнее. Сено, сено, сено. О, а я куда-то постучал. О! Типа я доски правлю, да? В полу. Я тоже надыбал 200 рублей с... А-а-а! Я же тебе прислал 10 рублей с Севастополем. Ну да, сейчас я уже видел, такие у нас уже появляются. Похоже, Джо... Джо... Джо Дарриэль, напоминаем, что Джо Дарриэль это наш демон. Не преувеличивала, когда... Описывала чёртовы пальцы. Это место, в котором мы сейчас находимся. Как мрачное, унылое место. Вы чувствуете в воздухе тяжёлый неприятный запах. Про что я и говорил. Дизайн от Суперджайентов... Под тёмным и неприятным местом Не подразумевает собой еле видные тона И, блядь, какой-то кусок кала в темноте нарисованный. Это наш Хедвин. Добрый вечер, давно не виделись. Яма Мелит далеко отсюда. Яма Мелит. Если верить звёздам, здесь скоро начнётся следующий обряд. На берегу с болотами. Чтец, не присоединяешь ли ты ко мне в фургоне на минуточку? Нам нужно кое-что обсосать. Джударь и Эли Хедвин переглядываются, затем она поворачивается к вам. Иди, узнай, что он хочет. Благодарю за уделённое мне время, чтец. От имени моего клиента я хочу тебе кое-что передать. Этот артефакт известен как запредельный кристалл. Запредельный кристалл! Древний артефакт, связанный с обрядами. Лишь тогда, когда чтец преуспеет в ваших глазах, можно и видеть ему кристалл. Послание для одинокого министреля. Вы замечаете мерцающий кристалл рядом с книгой обрядов. Окей, у нас появился новый предмет. Как ты знаешь, триады, с которыми сталкиваются нащекрылые во время обрядов, не оставляют, не остановятся ни перед чем, чтобы одолеть вас. Они уже давно к этому готовятся. Запредельный кристалл поможет тебе убедиться в том, что вы готовы ко всему. Айе, да най! Привет, бодрости дух! Что ты пропустил? Ничего особенного. Мы прибыли в место. Я, в принципе, начало стрима посвятил своим будничным байкам, как всегда. И мы начинаем. Продолжаем, вернее. Теперь в... Так, одинокий министрель. Теперь он в полном твоем распоряжении. Ты можешь его использовать по своему усмотрению. Взгляни на него, и ты поймешь, о чем я говорю. В дальнейшем вы сможете использовать запредельный кристалл. Он зовет вас взглянуть поближе. У нас появился кристалл в фургоне запредельный. Запредельный кристалл взывает к руки. Вы вглядываетесь в мерцающую поверхность запредельного кристалла. Вы частично теряете контроль над своими чувствами, но сознание не покидает вас. Перед вами появляется призрак облаченого идея обряда, но бестелесный. Я чувствую в тебе преблеск интеллекта. А она снимает маску. Значит, начекрылые вернулись? А где мои манеры? Ах, где мои манеры? Должно быть, ты их, их милый чтец. Прошу, зови меня Сандра. Мы с тобой уже встречались, когда книга впервые оказалась в твоих руках. Тогда тебя затянуло внутрь. Я бы среди... Я была среди призраков, вот так вот будем ей говорить. Которых одолели твои спутники. Уверена, это доставило им удовольствие. Тебе удалось хорошо последовать советам проклятого голоса. Теперь я предлагаю тебе так же хорошо прислушиваться к моим. Я призвана служить тебе и всем прочим идиотам. Свобода которой владею судьбы оказалась сплетена с твоей. Я знаю обряды лучше, чем кто бы то ни было. Я смогу быстро проявести тебя в форму, если ты воспользуешься моей помощью. Хрен знает пока сноуколеры. Это может быть и из тонка. Для начала я предлагаю твоим друзьям, а может быть и... Чеченка! Твоим друзьям пройди испытания книжников. Если они свяжутся, справятся, их ждут награды, как и тебя. Кроме того, я и мои запредельные... Запредельные. Призвечная триада... А, это еще одна, короче, триада. Триадами здесь команды называются. Мы начекрылые. Изгнанные навсегда, плененные в бесконечном кругу обрядов. Кроме того, я и мои запредельные готовы принять участие в учебных обрядах, если у тебя возникнет такое желание. И, конечно, ты всегда можешь просто зайти и поболтать со мной, подарив мне возможность хоть немного отвлечься от вечной скуки. Вы призвали Сандру из Запредельного Кристалла. Что вы желаете сделать? Попросить ее провести испытания книжников, вызвать ее на учебный обряд, спросить, что она думает, попрощаться с ней. Попросить ее провести испытания книжников, выбрать подходящего изгнанника, который попытается выполнить одно из заданий Синдры и получить уникальную награду в случае победы. А? 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 Наливаю пиво. Я думаю, это и надо. Учебный обряд это для слабаков. Мы же не будем тренироваться для того, чтобы стать круче. И нам было совсем не сложно, правильно? Поэтому мы будем идти просто по сюжету. Вот. А попросить ее испытания нормально. Спросить, что она думает. Мне неинтересно, что думает эта чеченка из Тонка. Честно говоря. Честно говоря. И попрощаться с ней, ну это ясно. Мира про Гибра. Похоже, что один из твоих приятелей и неудачников готов получить болезненный урок. Кто смелится выйти против Синдры? А, выбрать из достойных. Ну, прикольно. О! Ну что, каково мы будем? Я думаю, то, что это... Я хочу... Я хочу сделать моими мейнами Рука и Савенка. Но сегодня мы еще, короче, будем дикаркой Гэй играть. Потому что мы вообще не играли. Ну, судя по всему, Хедвин должен... Он самый сбалансированный персонаж, поэтому он тоже должен быть чаще в команде. Поэтому я беру Рука. Песель, конечно. Да. Вы просите Сандру? Мне все время Синдры хочется назвать, потому что такой герой есть в Лиге Легенд. Провести одно из особых испытаний для Руки. Кто этот болтливый пес? Что ж? Кто этот болтливый пес? Блять. Секунду, я забыл, знаете, что сделать? Я забыл включить... Кое-чуть-ка-то. Секундочку. Кое-чуть-то. Голова не работает? После алкогольных приключений вечерних. Так, во. Есть. Кто этот болтливый пес? Что ж, я полагаю, что он готов, если судить формально. Однако, у меня есть масса сомнений на его счет. Хотя попробовать. Стой. Песель топчу. Вы за... Песель топите. А мне вот Савенка еще понравился. Если бы Савенка не было, пес был бы стопудово топовый. Вскоре Руки является на зов. Э, дружище ты, человек, ну я смотришь. Блин, а почему я все-все-все время извращен... Как-то извращаю, коверкаю, блядь, окончание. Но мне это нравится. Я даже про себя так читаю. Когда, знаете, книги читал, все время как-то извращался. Поэтому... Вслух, конечно, тяжеловато мне много читать. Я не привык. Скажем так, нет практики. Так, ладушки, а в чем дело-то? А, это он и есть. Так, ладушки, а в чем дело-то? Что это за штуки, дружище? В этот момент появляется Сандра в образе призрака и снимает маску. Прикрой пасть и внимательно послушай, пес. Вот это вообще... Это можно просто, это... Человека вывести из себя вот этой фразой просто. Солушки читерные, а пи... Ну, не знаю, по поводу читерства ее. Вопросы здесь задаю я. Чего? Ты чешешь языком быстрее, чем своими коротенькими ляпками. Тебе предстоит многому научиться, если ты стремишься преуспеть в обрядах. Давай посмотрим, как ты справишься без помощи своих верных товарищей. Лишь твой милый чтец останется тобой. Это да я, да мы с тобой, дружище. Интересно, где ты прячешься? Ого. Так, у меня есть даблджамп, даблджамп. Нифига себе. Сейчас через даблджамп попробуем прорваться. Ай, блин, напробил же ему, а надо же прыжком. Так, они что, они еще и так... Вот сейчас есть шанс. Блин, на В, на В. Надо стамину восстановить. Сейчас стамину восстановим. Оп, оп. Да ну, обжегся об ауру. Кстати, знаете, что я заметил? Ну ладно, потом расскажу. Блин. А, эти знаки, их нельзя пройти. Я заметил то, что здесь, короче, вот ауры же, они разных размеров. И то есть, смотрите, у меня маленькая аура. Если я подойду, я в любом случае умру к нему. Только когда у него... Они, видишь, специально делают передачи для того, чтобы, короче, аурой не обжечься. То есть... Блядь. Сейчас я объясню то, что имею в виду. То есть, короче, когда он бежит с этим шариком, у него ауры нету. И он выбрасывает шар, и его аура становится опять большой. Соответственно, он может меня сбить и спокойно пройти. То есть, ну, это нелая тема. Я не знаю, мне кажется, вот руки читерные, а не совушку. Он настолько быстрый. Ну, просто второго такого нет, персонажа быстрого. Ай-яй-яй! Ну, у него радиусы, конечно, маленькие. И стрельбы... Так-так-так-так-так-так-так! Успел. Успел сбить. Сейчас останавливаем стабину. Делаем резкий рывок. И два прыжка. По сути, я могу вот так вот сюда выманить его. Бля, нихуя, он на рывке даже так компьютер может сыграть. Прикольно. Перелетел просто. А, у меня же кулдаунов здесь нету таких больших. Ебать прикольно, он там стоял и ждал. Ну, ладно, я всё равно побегу. Здесь победитель как бы, как бы крутили. Бля, ты говори гоп, конечно. Бля, гоп даже подпрыгивает от демеджа. Успел. Ну и всё, они все в кулдауне. Как? Я ору порой, знаете, я просто понимаю то, что компьютер не должен делать таких вещей, как бы он должен просто стоять и сосать, блядь. Но, как только он резнулся, он сделал рывок вверх с фулл аурой и, ну, соответственно, убил меня прям сразу там. Удивительно. Удивительно. Конечно же, у нас было мало практики, больше диалогов, но сам факт того, что он может делать, уважаю. Ну да, там же можно прокачивать там одно, другое. Вот это два, мне по двадцатке, по-моему, этот бьёт. Хедвин. Да, кроме того, ты признаешь, что заслуга не полностью принадлежит тебе, хотя тебе пришлось выступать против моих демонов в одиночку. Ты прошёл проверку, пёс, поздравляю, и теперь тебя и твоего милого чтеца. Прощай. Ой. Сырок. Всё, сейчас допью, не буду чавкать скоро. А ты, я проехал? А ты, Сидри, у меня поджилки трясутся от этой Сидри. Понимаешь, о чём я, дружище? Эй, что это у тебя? Вы получаете награду за испытание Клык Джомы. Легендарный Клык Джому. Талисман пятого уровня. Когда руки бросает ауру, она исчезает дольше обычного. Двести процентов. Чё-то я не совсем понял по поводу броска ауры. Так, у него, у меня возрождение стоит. Так, а это талисман именно, короче, для руки. Аура же это то, что вокруг меня вроде бы. А, может быть, ауру, это когда я запускаю то, что вокруг меня по прямой. По прямой. И она, типа, исчезает дольше обычного. То есть, там, волна, короче, более долгая. Ну, не знаю, такое себе. Ну, ладно, я возьму, я возьму. Посмотреть в следующем поединке. А потом будет видно. Ох уж эти усики. Да, да, да. Мне вот, кстати, до сих пор интересно. Меня терзают смутные сомнения. Если бы я сказал то, что эти усы мне не нравятся, он бы сбрил их, короче. Или нет? В начале игры. Вы замечаете, что настроение у отряда не из лучших. Чувствуется, что чёртовы пальцы понемногу отщипают от боевого духа ваших спутников. Только Тиза, наш любимый, ничего не замечает. Большинство ваших спутников теряет минус один надежды во время следующего обряда. То есть, кулдаун возрождения будет дольше. Минуту твоего внимания, через чёртовы пальцы ведёт несколько дорог. Если пожелаешь задержаться здесь, возможно, тебе удастся найти кое-что полезное. Однако, состояние твоих спутников наверняка ухудшится. Да, уже выбор из трёх дорожек. Так, Буровое поле. Буровое поле. Южный маршрут через чёртовы пальцы проходит по заражённым и увядающим равнинам. Одинокий министрель говорит, что вы сможете улучшить талисман или возьмётесь за работу здесь. Чумнадол. Центральный маршрут через чёртовы пальцы ведёт прямо к яме Мелит. Хедвин полагает, что более короткий маршрут позволит вашим союзникам не потерять ещё больше надежды. Понятно. Холодыров. Северный маршрут через чёртовы пальцы пересекает массовое захоронение. Одинокий министрель говорит, что вы можете получить ценный предмет, если возьмётесь за работу здесь. Талисман. Улучшить предмет или просто не потерять надежду. Друзья, давайте вот 1, 2, 3. Если есть у вас какое-то мнение, опишите. 1, 2, 3. Я думаю, что холодный ров неплохо, потому что мы можем получить ценный предмет. Ну и как-то разнообразить наш выбор. Улучшить какой-либо из талисманов. Если честно, даже не знаю, сколько у меня талисманов. Я знаю, что у меня есть талисман у Хедвина. Ну и, наверное, у руки вот это тоже на скором возрождении. Ну. То, что я надежды меньше не потеряю, ну и ладно, ну и что. Такое себе. Данай хочет улучшать талисман. Андрюха говорит за ров. Ну, вот уже 2 голоса за ров. Ну, я потому что же ров хочу. Так, Буранич без мнения, да? Сейчас. Блин, звучит такой Буранич без мнения. Как-то прям аж подергивает, что ли. Ну ладно. Чем-то он что дает? А, ничего не дает. Он говорит о том, что, типа, маршрут будет... Ну, ты, типа, не потеряешь еще надежды. Мы уже потеряли надежды, минус 2. Ну, давай, я могу сейчас в этот зайти? Я не могу сейчас в фургон зайти и посмотреть талисманы. Все, ладно, в ров идем. Большинство. Северная дорога через чертовы пальцы оставляет невероятно гнетущее впечатление. Ваши союзники почти не разговаривали друг с другом, но вы ощущаете приближающее... Но вы ощущаете приближающее отчаяние. Ваши союзники почти не разговаривают друг с другом, но вы ощущаете приближающее отчаяние. Разве? Мне кажется, это предложение как-то не очень правильно написано. Типа, знаете, ваши спутники почти не разговаривают друг с другом. Но вам похуй, потому что вы знаете то, что у вас есть приставка Nintendo Switch, и вам 21 год на день рождения вам ее подарили, да? И вам насрать на спутников. Или наоборот, ваши спутники почти не разговаривают, но вам похуй, потому что вы к ним как-то относитесь равнодушно. Ладно. Похоже, только Тиз ничего не замечает. Поэтому Тиза по-любому будем брать в следующий файт. Большинство ваших спутников теряют минус один надежды во время следующего обряда. Ну, следующий обряд будет с большим кулданом, друзья. Страдать вместе с ними. А я все не хочу, блядь. Чуть позже вы сопровождаете Одинокого Министреля на предстоящее задание. Не обращай внимания напрямую к ожившей тени. И отвечай на вопросы без утайки. И не смотри в глаза. Одинокий Министрель дает вам еще множество советов, пока вы придете в сторону погребальных курганов Холодного Рва, где закончили в свои дни многие изгнанники Нижнекрая. Вы стоите в окружении могил, и призрачная тень появляется перед вами. Вы едва можете разглядеть ее и не слышите ни единого слова, но ее мысли пронизывают ваше сердце ни разу. Тень говорит, что принадлежащая вам книга способна помочь павшим обрести вечный покой. Дав вам знать, тень исчезает. Вы листаете книгу в поисках абзацев, посвященных свободе и духу. Вы читаете слова, которые кажутся вам наиболее подходящими для каждого из усопших. Это изматывающий труд. Ну, такое своеобразное. Сейчас происходит действие. Через некоторое время тень появляется вновь, она подводит вас к тухлявому пню и исчезает. Вы что-то нашли. Это страшногрипп. Вы быстро прячете свою находку. Страшногрипп. Товар можно продать на мутнорынке. Злобный грипп. Бок, который ценят некоторые жители Нижнего Края. Ну, такое. Доброе утро. Будрубудупра. Вынос мозга, бодрости дух тебе. Мне вот этими усаденькими одеждами дебафи начинают напоминать Дарк из Данжен. Ну, да, типа того. Ну, видишь, вынос мозга, он мне как в душу смотрит. Он чувствует то, что я, короче, вчера обуханул. Мне сейчас немножко не по себе. Ну, вынужден признать то, что находка этого гриба, наверное, не сделает из нас ничего интересного. Кроме того, что мы можем получить некоторую выгоду на мутнорынке. К тому времени, как вы добираетесь до мест назначения, все, кроме Тиза, чувствуют себя еще хуже, чем раньше. Вы чувствуете, что они мечтают как можно скорее покинуть это место. Большинство из ваших спутников теряют минус один к одежде во время следующего обряда. Лол! Мне вообще нельзя, типа, это как его будет, получается, на обряде умирать. Бухместер, бодрость и дух. Очень жалко то, что ты вчера не заходил, когда мы начинали эту великолепную историю. Но присоединяйся. По ходу пьесы, если что-то непонятно, задавай вопросы. Мы тебе обязательно подскажем, что происходит. Фургон. Так, чё это демониха наша, Джо? Вы чувствуете на себе тяжелый взгляд, Джо, задолго до того, как поворачиваетесь к ней. Фургон. Фургон. Мы, кстати, с ней вообще не разговаривали практически, да? То есть, после того, как мы выбрали пса в самом начале игры, да, она с нами как-то не общается. Видимо, обижена. Посмотри на меня. Ты меня боишься? Вы обдумаете свой ответов. Никогда раньше не встречали подобных ей. Но вы знаете кое-что о том, что происходит с теми, кто проводит в Нижнекрае долгие годы. Джо Дарриел желает знать, боитесь ли вы её. Признать, что она может быть немного резка. Не согласиться, ничего не говорить. Признать, что резка. Вы прекрасно осознаете, что она может в любой момент сломать вас, как тонкую веточку. Судя по тому, что вы уже узнали о ней, её не следует бояться, ничего не говорить. Ну, я не боюсь её, мне насрать вообще. Вы говорите ей, что хотя вы и не очень знакомы, вы не боитесь её. И даже напротив, чувствуете себя в безопасности в её присутствии. Я вчера слегка в ином мире пребывал, да и, кажется, до сих пор не до конца вернулся. Понял, понял. Медиум, значит. Вот как. В этом случае я пойду и займусь делами. У меня ещё будет время почувствовать страх перед тобой. А, у тебя ещё будет время почувствовать страх предо мной, если ты выживешь. А теперь мне пора. Чё она, короче, хочет? Я ей ебал разовью, блядь. За рога возьму и насую её в рот. Она уходит, вы чувствуете, как половица фургона трещат под её ногами. Джо Дарриел получает плюс один к надежде во время следующего... А, нихуя! Вот это, вот это вообще, блядь. Вообще не могу, просто огонь. Ору просто. Просто взял и плюс один к надежде. Соответственно, я её тоже возьму в следующий файт. Она у меня будет дефать во время обряда. Мистер Денай! Мистер Денай! Уууууу! Тридцатьтарой! Вот это да! А! 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 Да, это игра от Бастиона и Транзистора. Это игра от Бастиона и Транзистора. Транзистора я не играл, Бастион я приходил на стриме. Но, вот, сейчас будем узнавать. Ну, уже вчера поиграли, как бы, ну, вроде как зашло. По крайней мере, завсегда таян. И мне всё неплохо. Так, падение империи. Изучить. Падение империи. Слова главнокомандующего гола Галат... Танин... Галатаньяна! Галатаньяна! Вместе мы с тобой гуляли по Аплатану! Галатальяна! Пиздец. Вот иногда меня вот такие эти, как он, вводят в конфьюз. Вскоре... А, кстати, помните, я про что, про следующую главу говорил? Давайте посмотрим. Вскоре после этого империя начала распадаться на части, потому что там императоры, короче, сподвиглись заниматься другими делами, алчными, вместо того, чтобы империи... Без моего господина страна начала разрушаться изнутри. Признаться, этот распад начался задолго до исчезновения императора. Его решение последовать несуществующее... Преследовать несуществующее сокровище, лишь ускорило неизбежное. И всё это время ловкач, который император заставил искать это сокровище, поджидал удобного момента, чтобы занять место императора. Он хотел стать спасителем народа. Первым его решением стало организовать поиски пропавшего Салиама Мэра. Войны, первооткрыватели и учёные откликнулись на Азов и приготовились отправиться на поиски. Ну, ничего не прояснилось. Понятно только то, что император уже не владел той властью. Так, паутинку уберу опять. Не нравится мне здесь. Так, зайдём нам вот на рынок. Эй, так и привет, ребята! У нас тут, знаете, народу полно. Покупателей немного. Поняли намёк? Так что не стесняйтесь, выбирайте. О, новые какашечные. Так, кстати, грибок. 50 берём. Ну, в смысле, продаём. А продаёт за сколько? 50, 50 тоже. Камень. Так, вот это. В начале обряда костёр получает плюс 7. Ну, это такое совсем. Ну, как бы, вроде бы прикольно, но надо для этого, чтобы суперсложно было, наверное. По сути, наверное, скорее всего, это плюс 1 прыжок. Если небольшие, конечно, всё время прыгают. Войны. Бросаясь в костёр соперника, владелец наносит плюс 2. Удерживая сферу, владелец придвигается быстрее. Вот это крутая штука, 200, надо копить. Прям руку дать, и ещё 10% это вообще безумно будет. Даёт владельцу плюс 2. Присутствие. Я чё-то не знаю. Присутствие, присутствие. Я не знаю, что это такое. 60, присутствие, присутствие. Может быть, он просто раньше всё время появляется. Кто Ревс Будуна? Вот это Ревс Будуна. Камень Веры? Ну, это слишком маленький какой-то Ревс Будуна. Вот этот вот Ревс Будуна, я ещё понимаю. Вот этот вот. Но он слишком здоровый, наоборот. Теперь я придираюсь ко всему. Камень Веры. Даёт владелец плюс 2 к Надежде. Кстати, мы тут все в дизморали. У меня минус 2 к Надежде. У меня Савёнку у Похеру. Плюс 1 к Надежде у Надежды. У Джо, то есть. Надежды Бабкиной хотел сказать. То есть мы возьмём, в принципе, от камешек. Если у нас кто-то будет страдать. Да, мы возьмём его стопудово. Возьмём прокачечку немножечко для... Хедвина, я думаю, неплохо. Смотрите, мы сейчас скачнём ещё вот этот попутный ветер. Кстати, я могу эту подвижность дать... Псу. Ну, блин. С другой стороны, знаете, вот... Это некий баланс скорости тогда. Ну, не знаю. Вообще, если псует, он будет очень-очень-очень-очень быстрый. Но для него я хотел сделать 10% передвижения. Если я буду качать тот кристалл с 10% передвижения, возможно, он уйдёт и на 20% передвижения. А, Ревенанта найдём ещё? Ну да, я думаю, да. Так вот. Надежда. Минус... Вот, смотрите. Минус 3 безрадостной окрестности. Безрадостной окрестности. А, время восстановления, я понял. Ну да, у него большой будет кулдаун. Ну, по сути, смотрите, как сделаем. Мы возьмём вот эту тёлочку. У неё 7 сейчас будет нормальная, да? Плюс у неё была плюс одна надежда, то сейчас будет всё отлично. Ей будем дефать. Короче, чувака сразу, короче, попробуем провести на костёр. Он будет в кулдауне. Следующий забег попробуем выиграть через рука. Вот эту штуку мы посмотрим. Дадим ему подвижность сейчас сразу. Да, ещё. Ну, вернее, попытаемся прокачать. Да, плюс 4 теперь. Через руку и он должен откатиться. Но это с учётом на то, что мы не берём совёнка тогда. Не, мы руку не возьмём. Мы возьмём совёнка тогда вместо рук. Блядь, тогда он не прокачается. Она надо качать его. Ладно, насрать, разберёмся сейчас. А сколько это стоит? 20-ка. Удачи, ребята! С вами приятная метка-дела. Главное, оставлять такие неправильные моменты. И тогда всё будет правильно. Неправильные будет правильно. Завершая приготовление к предстоящему обряду, вы думаете о том, что... О том, пробьётся ли свет завёз через густой туман, окутавший яму Мелитой вдруг? Ах-нах! Будах-турдах, бля! Маленький бес поспечно исчезает. Тиза хочет съебать? О, Тиза, всё хорошо. Он был так напуган. Он не испугался, он хотел нас предупредить. Тихо, все в укрытие. Джо быстро указывает. Несколько возможных укрытий через ближайших... Среди ближайших скал и гнилых останков. А вы ждёте. Это место словно... Ну, притупляет ваши чувства. А всё, что вы ощущаете, это вязкий страх. И вот из теней выскальзывает извивающаяся массивная фигура, закутанная в одеяние. Фигура останавливается, её голова медленно поворачивается от одного из вас к другому. Существо в маске. Вы мудро поступаетесь, скрываясь от нас. Малётки начекрылые. Вы нарушили место у покаяния звездорождённого. Мы встретимся с вами, когда связаны осветятся, святитель земли. Существо исчезает в тьме. Через некоторое время ваши спутники собираются вместе. Это была болотная старуха. Действительно, это была ведьма Удмилда. Ведьма Удмилда. Древняя ведьма, помешавшая... На поклон... А... Помешанная на поклонении Ислаку звездорождённому чудовищу. Блин, я хочу за них играть, за ведьм. Звездорождённый чудовища, тоже почитаю. Хотя нет, конечно, начекрылые, только начекрылые с детства. Затворники. Триады болотных жителей, которых больше влекут тёмные силы, чем свобода. А-а-а, тёмные силы, не свобода. Хрум, нах! Тиза чётко даёт понять, что недолюбливают у пива. Ну тогда всё, на старушке разошлись, блядь. По правилам... А по правилам обрядов она не может унести вам физический вред. Но в этом случае я не стал бы рисковать без необходимости. Здесь и сейчас. Мы готовы рискнуть всем, если потребуется, друзья. Время пришло. Погнали, обряд! 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 Пивас! Пивас! Обряд! 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 А у тебя получилось, чтец! Вы добрались даже на отвратительные ямы, милюиид. Но, сделав это, вы потревожили своих древних соперников, зазворников. У их предводительности помешанная ведьма из хитрый план на случай, если она победит. В этот момент, как тебе уже хорошо известно, я обычно желаю тебе постыдного поражения. Но, в этот раз, пусть тебе сопутствует немного удачу. Старуха удомил, да, удомил, да. Модрости духа, модрости духа, Галю, тоже вчера не было, сучка, на начале нашей истории. Наблюдает за тем, как ваши сопутники собираются у костра. Такое жалкое пламя, ни за что не согреет вас, и уж тем более не спасет вас этой ночью. «Услышь нас, Ислак! Заставь ночи крылых страдать!» Руки выходят вперед. «Послушай, кошелка старая! Мы тебя ни капли не боимся! Ни тебя, ни твоего предателя, Ислака! Ну что, мы с нами разберемся или как?» Его вопрос остается без ответа в неловкой затянувшейся тишине. Тем не менее, этого оказывается достаточно, чтобы привлечь внимание удомил... Удомил! Я ее Людмила буду называть, блядь, Людмилы! Руки слегка поеживается. В этот момент Людмила тянется тонкими пальцами к своей маске. «А-а-а! Глупец! Ислак восстанет! Ислак восстанет! Ислак восстанет!» «Он поглотит вас, когда ваше жалкое пламя умрет! И об этом мы позаботимся!» «Да я спал вчера весь день, бодрствовал всю ночь. Понял, 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 Галю!» «Ну, как бы, если станет интересно, воды есть, потому что здесь сюжет, все не перескажешь!» Людмила отползает к своим спутникам. Какое-то время руки стоят, не шевелясь. «А-а-а-а-а-а-а!» «У нее, смотрите, у нее какой-то навоз по носу!» «Надо не забывать то, что у нас минус надежда!» «Ну, я так, не знаю...» «Минус надежда...» «Ну, у него надежда все равно 22!» «И за счет того, что я сказал ему, то, что усы у него хорошие, у него надежда...» «А, нет, погоди, надежда та пропала!» «У этой 18 надежда...» У Савёнка есть, кстати, фарм-свиток, я могу фармить. Я могу передать этот пурпурный ветер, на самом деле. Но мне надо по-любому девчонку взять на деф. Джодариел берём на деф. У неё аура большая. Она, кстати, от надежды аура, что ли, уменьшается? Погоди, стоп. По-моему, у неё было больше аура. Ну ладно, может быть, мне кажется. Так. И, кстати. Ну ладно. Савёнок и руки. Или всё-таки Хедвина взять. Так он у нас, типа, самый стабильный. Да не, понятно, понятно, что это не решает. Так, если не заморачиваться, можно вообще на похер всех вбрать. И я, скорее всего, всё равно выгону. Но это всё же нет. Если буду стараться. Не в этом дело. Но хочешь ролплеить немножко? Типа поддаваться? Ну не то, чтобы поддаваться. Как бы... В общем, быть в процессе. Может быть, сейчас они меня вообще возьмут и надерут. Я же не знаю, что это за триада такая мощная. Ладно, руки. Руки. Ладно, руки у нас будет всегда. Почти что. Ну не знаю. Вот Савёнка брать. Но его бы прокачать не мешало. Чё ему взял тогда при ударении? Бросает лунный знак, на который союзники могут моментально перемещаться. Да, это, я помню, крутая фишка. Ладно, и... Старая добрая триада сейчас сыграет ещё раз. Где у неё? А у неё вообще ничего нет. Ну ладно, Андрюха просил, возьмём. Нет талисмана. Ну давай вот это возьмём. Гей! Да я Хедвина бафнул, да. Возьмём. Гей! Восемь книжников однажды уничтожили Ислака. Так и мы одержим победу. Кстати, смотрите, видите, она как бы против Ислака. Она же фанатичка этих книжников, типа. Для неё Ислак, типа, это получается вообще... Как Скорпиум против Саб-Зиро. Куда бы вы ни пошли, Ислак найдёт вас и поглотит вас. Чё, готовы, парни? Погнали! Блин, только надо было первым-то брать не её, а руки, чтобы он по центру стоял. Сейчас через даблджамп. Оп-оп! Ха! Так, попробуем сейчас аурой, аурой подавить. Смотрите, у неё аура меньше, чем у меня. В нихуя себе он пропрыгал, серьёзно? Галю, попозже почитай. Опа! Хорошо! Почём дэмэдж? Двадцатку она наносит! Наш сатана! Может быть, она двадцать именно против неё хуярит? Так, попробуем аурой, аурой, аурой. Дэв! Ать! Ай, блядь, у меня закучилась стамина! Давай, давай, давай. Давай. Ай, хорошо, руки. Прыжок! Прыжок! Блядь! Хуя! Хуя смотрел! И он уже на дэмэджи меня взял сейчас. А почему у меня знак бесконечности там был на чуваке? Почему он в этом раунде вообще не может восстановиться? Успел передачу сделать. Блин, она какая-то рандомная, пиздец. Она реально рандомная, пиздец. Чё ты с ведьмой делает вообще? Хуя! Двадцать пять? Ебать! Сука! Ну, то, что она по центру у меня стоит, это реально ошибка. Давай, руки, тащи. Есть. Это реально ошибка. Фастталкера. Открыто достижение, походу, быстро это. Я ее, понимаете, только могу через рывки взять. Блин, ну вот как ей ускоряться, блядь? Что за говно? Ну, кажется, я прошел. Закон на 20 дэмэджи наносит. Кровь Исака, она истекает из его логова, из каплиницы и подземли глубины, его кровь затопит высочаем ураком! Сука! Чё-то делает. Жижу какую-то приснуло. А, не могу пройти сквозь эту жижу. А, я ход начал пропускать, лол. Так, на руку, на руку, на руку. Мы все пробежим, все пробежим, все пробежим, все пробежим! Ееее! Еще разок. Так, просто надо задефать через жижу. Уяси, отпрыгнул, да? Отпрыгнул, да? Кто там у меня, эта телочка, да? Прыжок! Нет! А, у меня рук вообще не может в этом раунде играть, почему-то. Хуке! а на прыжок не хватило стамины лолару я первый я не понимаю девчонка она как-то рандомно реально то раз а потом бежит бежит быстро я жду просто когда девку моя падает подряд подряд очень очень мало больше диалогов через игры я уже успел подзабыть церемония завершена похоже что соперники не смогли лишить нас сил так чё пишем я тут заметил что стилистика что транзисторы тоже что бастион и чекла оказывается от одного разработчика это плюсик игре об этом все время разговариваем и периодически когда кто-то приходит не дожимаешь скилл поэтому она не бежала у меня нет у нее там какая-то фишка была то что она рандомная то бежит то не бежит то делает резкий рывок там какой-то что такое в самом начале ну сейчас прочитаем еще раз эти болотые жители просто кучка шипящих старух книжники уничтожили слака и мы сегодня держали победу сосать и слаком и подвели тебя и этот долг будет оплачен кровью а вы купцы он поглотит вас и всех вокруг вас земли звезды ваш любимый магазин вот увидите так чё у него чё у него чё у него после это мы брали уже после использования рывка для движения вперед джо может мгновенно сделать еще один рывок и теперь выбираем железная пита приземляясь после прыжка джон короткое время оглушает соперника находящийся рядом составляя их уронить сферу такое себя но этот для дефа тоже кстати поприветствовав соперников джо наносит дополнительно поприветствовал соперников дополнительно 10 костру в течение 7 секунд что значит поприветствовать нажмите т чтобы поприветствовать соперников во время обряда тяжелая артерелья такая но я возьму мне просто нравится что это за фишка такая поприветствует руки руки качнулся руки быстрее сильнее и намного симпатичнее да я просто огонь бля выберите талант мы взяли дабл джамп руки может сделать второй прыжок находясь в воздухе окей забег молнии во время ускорения руки увеличивает скорость быстрее чем обычно и повышает свой лимит скорости превышает вот это уже нравится я хочу сделать с него ракету просто флеша будет сосать блять молча после удаления руки может вернуться через одну секунду с вероятностью 50 процентов но это клево но это рандом руки на нас дополнительно 5 при прыжке в костер кстати вот это прикольная штука тоже руки бросает ауру 50 процентов дольше дальше ну ладно ну такое мне на самом деле с ауру не очень нравятся вещи ну вот это ветка мне для руки вообще не нравится чувствую накапе руки может сделать второй или третий прыжок находясь в воздухе это вообще огонь скорость и отвага так девчонка вот смотрите из-за того то что вдохновление короче было она тоже об нос книжники иногда они нашептывают лишь что говорят сама что-то так чё у нее чё у нее чё у нее у нее у неё ускоренной реакции гей не теряет почти ни секунды на подготовку к прыжку или ускорению гей не теряет почти ни секунды на подготовку и броску ауры питает сферу быстрее автоматически прыгает к сфере лол если еще никто не держит вообще крутая штука вот и сферу гей ускоряется и прыг с использованием но страсти дальше обычно прыжки замедлять соперников находящихся рядом кстати вот это вообще кайф вот это тоже клёво при удалении в прыжке гей сразу возвращается в исходную точку а тебе есть чек сам беру кола совенок вдохновление получил да а погоди совенок получил да 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 просто направление сша я вам не по той ветке походу повел совенка при ударе по кастрю соперника десятка ладно мы встретимся вновь когда зайдутся звезды так чуть-чуть пишем чё почему объясните динамично что я понял только то что нужно сферу донести до базы противника дело дожди в этом дело в сюжете игры а это да это обряды мы изгнанники мы триады изгнанников которые должны вернуться домой у каждого есть свой грех который с за которые нас сюда отправляют допустим я как чтец меня отправили за то что я умею читать типа чтение это большой грех и есть персонажи каждый персонаж со своей историей и взаимодействует со мной как с главным так сказать ведущим там чтецом тире я помогаю эти в этих обрядах побеждать вы собственно говоря наша тема это путь к свободе все что мы выбираем мы выбираем один раз потом мы не можем вернуться ни к диалогам и так далее и тому подобное не к другим тропинкам все единожды делается плюс если вы где-то проигрываем то это влияет на сюжет но не влияет на проигрыш проигрываем да 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 крутил он пытается тупо добежать но вы это не тупо добежать это просто правильно потому что если ты выбрасываешь сферу смотрите если я бы подбежал бросил сферу чуваку побежал бы назад то меня убивают чувака он идет в кулдаун как бы если я просто пробегаю у меня чувак положить в кулдаун и а тот чувак который стоит сзади он может дальше дефать как бы сферу смысл мне терять двоих пацанов для того чтобы запрыгнуть в костер как бы компьютер часто так делает он просто теряет чуваков и все у него нету таких кулдаунах на возрождение начекрылые сами придумали или по задумке игры начекрылые это наш отряда так после завершения очередного обряда у вас остается немного времени чтобы восстановить силы после испытания в относительно безопасности фургона ну что блин меня глоточек сделал ну что когда мы уже отсюда выберемся что зеленохвост насладился гостеприимством людмила исполна ай джоди я думаю да если по горло чтец и звезды вновь укажут нам путь вот только до сих пор мы все время шли на север если на этот раз мы продолжим в том же направлении на север и запад отсюда простирается бескраничное море солеса море солеса бескрайняя океанская гладь из из пищи череная маленькими островами попытки пересечь море утопленников обычно плохо заканчивается я не знаю когда последний раз кто-то осмелился отправить путь к нему ты можешь вообще в костер не плыве не прыгать там половина чаров умеет закидывать сферу да но там времени очень много тратится я я не вижу я не вижу просто поводу для того чтобы менять тактику потому что я выигрываю типа фор какие-то да ладно там было голосование есть воды я залил и на youtube и на твиче если будет интересно посмотреть я не постараюсь меньше отвлекаться потому что я хочу всю игру пройти и залить тиза активно вмешивается в разговор благородный ездовой небес в чем дело в чем дело молча тиза хочет привлечь ваше внимание и показывает что снаружи фургона что-то снаружи фургона чтец посмотри что он хочет вы прощайтесь уходить в темноту ночь вслед за весом а вы видите что гэй и одинокий министрель уже смотрит на звезды гэй вот она вот одинокий министрель а вы сами можете читать по звездам мистер министрель боюсь в этом не так просто боюсь что это мне так просто научиться в моем случае гэй посмотрим что скажет нас учет с которым мы доверяем эти вопросы а вот и чтец спасибо за помощь тиза скриха тиза рад оказать услугу одинокому министрелю чтец похоже туман немного отступил пришел посмотри на звезды и скажи куда мы последуем дальше вы поднимаете взгляд к небесам найти направление что не понял что нарисовано обряда уводит вас все дальше на север в пучины моря с алиса неприятный поворот ты шутишь да дружище тебе кажется что чтец не особенно часто отпускает шуточки если на хвост не нам спорить со звездами ты говоришь так словно мы можем запросто проехать по воде простите что прерываю но возможно мы так и сделаем еще раз бля вы клиент сандал он предусмотрел такое развитие событий мы до сих пор не знаем кто такой сандал это имя таинственные информаторы хедвина хедвина это вот это джадарил руки западу отсюда есть одно местечко пост большой большой бертруды пост большой бертруды небольшой аванпост болотных жителей на морском побережье здесь привод провозили различную контрабанду которую зачастую было смертельно опасно трогать или даже нюхать этот днев вновь улыбается а похоже это наилучший вариант давайте отправимся в путь как можно скорее так министрель бля а кстати стоп я хотел кучу посмотреть а чё хотел посмотреть что-то про какой-то бросок кстати вот что-то на наблюдение новой появились похоже у этого изгнаника довольно хорошей связи он неплохо ориентируется здешних краях он от отличается от некоторых а нет это мы читали это было так торгуются арки про знаки мы еще не знаем да ничего а я хотел вот это посмотреть девчонки бросок ускорение внезапно увеличивает скорость после короткой паузы во время обрядов удерживайте шит для резкого увеличения скорости раскутать иных ну понятно у нее не дэшка короче не рывок а просто надо зажать да он типа делает потом бежит сука дезертир чё у тебя появилось что-то новое нет над совенком деньги фармить и ой стоп-стоп-стоп с чуваком-то не поговорил что ты хотел приветствую тебя чтец хорошо ты здесь мне нужно с тобой кое-чем поговорить у тебя найдется минутка я не могу много времени одинокий министрель хочет рассказать вам об обрядах выслушать его выслушать позже выслушать вы просите его продолжать и даете понять что вам интересно что он собирается рассказать хорошо благодарю за внимание но хочу предупредить и потом я могу открыть знания об обрядах лишь тебе таковы мои инструкции итак когда вы столкнулись с затворниками это ведьмы и ведьмой людмилой возможно ты помнишь имя которое она назвала ислак звердорожденный даже сейчас мне легко произносить его никто не не осудил бы тебя если бы бред людмилой показался тебе сущей чепухой сущей черепаха я хотел прочитать однако ее слова на самом деле несут в себе зерно истины до появления союза восьмерых книжников это самые главные сатанисты когда они только очутились в нижний край нижний край это место и для галю объясняю там или бухместера если не знают лора куда ссылают всех провинившийся эта земля была бы еще более враждебная хотя такое сложно представить здесь заправляли великие титаны великие титаны огромные монстры которые некогда обитали в нижний край и слаг был самым старшим и самым свирепым из них что-то вот мне буранищи титаны напоминают йотанов немножко ну ладно и все же книжники сумели одолеть его затем они использовали шкуру и кровь из лака чтобы сделать переплет для книг обрядов однако и слаг не умер некоторые говорят что он бессмертен это существо возрождается постепенно даже сейчас хотя и медленно очень медленно он поклялся что поглотит эту землю и все что на ней есть только так он сможет вернуть вернуться из нашего мира в тот откуда так что он тоже в своем роде изгнание как ты и я если это создание однажды возродится это произойдет много веков спустя поэтому здесь и сейчас бред не дебилы не имеет большого значения но история из лака неразрывно связано с обрядами поэтому ее стоит знать я уверен что изучение книги со временем принесет тебе новые знания надеюсь мой рассказ был полезен знаете такое как в службе поддержки эта статья была вам полезна типа да нет а теперь я не оставляю тебя наедине с неотложными делами собираюсь пойти и посмотреть хороший фильм как дела у остальных выходит из фургона прощаюсь с вами будет как-нибудь самому поиграть в эту игрушку да не спорю советуем тем более я думаю прохождение будет не одинаковым потому что есть все таки выбор но не совсем одинаковым кто-то говорил то что она даже реиграбельно так что-то мне какой трек понравился вчера пропитая оп это когда мы с собаками дрались был этот трек помните панка такого пса только слышите в чем прикол он типа играет на лютне эту тему а там была гитара типа перри с перегрузом а здесь он играет на лютне эту тему а кайф а обалдеть он играется тоже самое только число а-ля кустичка игра хороша тема хороша и там еще вроде бы сейчас включился планшет чисто пвп режим да есть локальный пвп на люте тоже здорово райс райс я видел райс что ты это как уиграл в стимце в эту игру на паузу такой музончик вообще всем советую в группе вк выложил ссылку на youtube от джайантов там есть весь по и ст игровой кайф пвп в мультиплеере можно катать круто круто так пост большой бертруда небольшой вам пост болотных жителей на морском побережье одинокий министр или говорит что здесь вы найдете помощь необходимую для путешествия через море